Я представляю Александрович на фильме «Каролина в стене кошмара». Этот фильм вышел в 2009 году. Его режиссером стала неподражаемая Тим Бёрта, известная за своей мрачной историей. Фильм был снят по одноименной книге. Главную роль озвучила Докота Фейн. Жанр этого фильма очень необычный, сказка-ужастник. Фильм повествует о девочке, которая нашла идеальный мир с другими, родителями, и все ее желания исполняются. Так ли все идеально на самом деле? Главный герой – обычная девочка. Каролина очень находчивая и немного капризная. Также она очень синтепритальная личность. Финал фильма довольно ожидаем. Все заканчиваются хорошо. У фильма неповторимая анимация спецэффекта. Главный герой очень запоминается. Автор наверняка хотел сказать, что ничего не дается даром. Что надо ценить то, что имеешь. И на сцену обязательно нужно посмотреть реально неповторимую атмосферу и восхитительного сюжета. Так, все прекрасно, но речь невнятная. Громко, четко преподнести свою лицензию очень важно. Скажи мне, пожалуйста, почему ты выбрала именно это произведение, чтобы сделать на него лицензию? Потому что я бы смотрела с детства, и детство на меня пугало очень сильно. Пугало очень сильно. Ну, смотри, какое-то тогда получается двоякое. Ты то, что тебя когда-то пугало, пишешь на этой лицензии, да? Да, теперь не стало это интересно вдруг. Просто стало интересно. То есть от того, что оно тебя напугало, пришло к интересу возникшему к нему. Советовала бы ты посмотреть это произведение в какой-то аудитории. Если да, то какой? Да, скорее всего, таким же, как я, чтобы оно напугало, но мне было бы нужную мораль. Нужную мораль. Какую? Так я же уже взял. Еще раз громко, четко повтори. Мораль? Ничего не дается даром. Ничего в этой жизни не дается даром. Всего нужно достигать, да? Всего нужно достигать в том труда и упорства, так скажем. Хорошая мораль. Я согласна с тобой. Интересная тема, интересные мысли в твоей лицензии. Еще раз повторяю. Преподнести лицензию важно четко, громко, понятно. И вопрос у меня еще к тебе вот такой. Если бы тебе сейчас тот же вопрос, что и Миша, предоставилась возможность встретиться с создателями этого произведения, что бы ты ему сказала или, может быть, какие-то вопросы задала? Вопрос его, пожалуй, не задавала. Я бы к режиссеру конкретно сказала, чтобы он снимал что-то похожее постоянно, а не скатывался. Чтобы продолжение шло в том же духе, да? В том же духе. Хорошо. Есть ли какие-то еще у тебя пожелания по поводу вот кинематографа нашего сегодняшнего? Чего бы ты хотела, если бы вдруг тебе такая возможность предоставилась? Ну, пожалуй, из нашего русского выбрать всю пропаганду конкретно и добавить намного больше оригинальности, каких-то инновационных идеей, а не просто комедий. Инновационных идей, да? Из нашей современной жизни или? Жизнепрошлых какой? Из современной. Из современной жизни. Хорошо. Спасибо, Татья. Хорошо.